Я буду говорить на русском языке, попробую это сделать очень быстро, потому что в сущности, если мы начнем рассматривать эту большую проблему многообразия и монотонности и всего такого прочего, если мы попробуем ее рассмотреть как-то с логической точки зрения, то проблемы здесь, по-моему, вообще никакой нет, тут все очень быстро и просто решается. Потому что если у нас есть монотонность, если есть многообразие, то тогда эти два понятия полностью противоречат друг друга, то есть они не могут одновременно быть истинными. Это приблизительно то же самое, что двигаться одновременно на юг и на север. Как невозможно это выполнять, так невозможно одновременно быть тем или другим, что-то одно. Но проблема начинается, когда мы переходим от чистой логики к психологии или этике, и тогда это становится все намного сложнее. Потому что, ну, самый простой пример, нам может казаться, что мы движемся на север, а на самом деле мы в ночной темноте заплутали и движемся на юг. И точно так же нам многое может казаться многообразным, а на самом деле никакого многообразия нет, это на самом деле все приблизительно одно и то же. Или наоборот, в монотонной среде мы можем находить много-много всяких различных деталей. Мы можем еще дальше усложнить, а не упростить эту проблему, если сопоставим эту дихотомию с другой, очень похожей, близкой, а именно целостность и единство в противоположность разделенности. Я думаю, что если мы попробуем понять, что тут для нас более ценно, то в случае первой пары понятий, наверное, многие согласятся, что многообразие лучше, чем монотонность, потому что довольно много говорится о том, что разнообразное питание более полезно, получение разнообразных впечатлений лучше, чем монотонность в жизни. Таким образом, здесь положительность находится именно в многообразии, и подобным образом здесь положительное начало, скорее всего, будет найдено в целостности или единстве. И на самом деле может показаться, что здесь кроется какое-то противоречие, потому что, ну как же, многообразие — это много чего-то, а единство — это что-то одно. И как может быть два таких положительных понятия, и как они могут быть объединены. В сущности, мне кажется, проблемы особой здесь нет, и мы можем их объединить чисто логически, потому что это оба положительные понятия, и нам не обязательно смотреть на них как на какую-то проблему. Если мы соединим все эти четыре понятия теперь в такую вот связку, то мы получим такую, скажем, координатную сетку в смысловом поле, которую мы дальше можем попытаться применять к конкретным ситуациям, к конкретному пространству, в том числе и у нас в городе. Я думаю, это довольно легко сделать на очень многих примерах, но чтобы просто, опять же, сэкономить время, я сделаю это на примере нашего властного, где, конечно же, мы ощущаем, что есть какая-то монотонность, но вопрос в том, истинна ли эта монотонность, или мы ее отчасти путаем, и здесь на самом деле большая проблема не эта, а разделенность пространства. Я не помню, зачем я такое нарисовал, но это не так важно. В общем, если говорить о том, что пространство разделено, то прежде всего разделено жилое пространство даже внутри домов. Самый простой способ выразить материальную разделенность — это соорудить стенку и в лучшем случае в какую-то дверь в ней сделать. И этого добра, дверей и стен властами очень много, заборов, слава богу, не так много. Так или иначе, все это есть, и все это отчасти соответствует, в общем-то, чему-то такому глубоко архаичному внутри нас, чему-то, можно сказать, животному, потому что, скажем, два этолога, Никот Тинберген и Джон Скотт, когда-то выдвинули такой тезис, что животные селятся там, где им легче наблюдать за кем-то вокруг, чем... но при этом самим оставаться как можно более незаметными. И то, что этот принцип, довольно грубо выраженный, действует, до сих пор можно было довольно хорошо наблюдать даже сегодня здесь в зале, по мере того, как он наполнялся народом, потому что сперва были заняты места где-то там подальше, откуда можно видеть не только меня, экрана, но и, в общем-то, других сидящих, потом заполнялся этот зал, и первый ряд заполнился самым последним, потому что с него, на самом деле, видно в пространстве меньше всего, видно вот только переднюю часть, а то, что сзади происходит, не так хорошо видно. Так вот, таких пространств властными очень много, и проблема в том, что эти пространства организованы не только горизонтально, но и вертикально. То есть, если жители первых, наверное, двух-трех этажей в наших домах, они как-то еще связаны с окружающей средой напрямую, то все, кто живут выше, они созерцают эту жизнь, ну, как боги-олимпийцы в Древней Греции, и какие-то там простые смертные двигаются внизу, и что-то там происходит, ну, вот это именно самый простой способ, как все эти детали перестать замечать, потому что, ну, если там что-то такое происходит, то все это мелочь, все это не имеет значения, и это таким образом, вот этот взгляд на нашу живую среду, как на какую-то монотонную, проникает в нашу жизнь. И как мне представляется, это все не очень хорошо, то, что сама среда нас стимулирует каким-то таким отрицательным понятием к их прямому выражению жизни и восприятию жизни именно сквозь призму таких понятий. Поэтому, мне кажется, надо менять эту жизнь в сторону положительных понятий и делать это проще всего, наверное, на пространстве между живыми домами. Если мы говорим о ласнаме, тут такого пространства между домами очень много, местами даже слишком много. И, собственно, поэтому я, наверное, и стал городским огородником. Поэтому мы основали в прошлом году небольшой огород Лагна, который старательно развивали на протяжении этого года. Так вот он выглядит. И про него можно сказать следующее, что как он связан с этими четырьмя понятиями. Понятно, что здесь нет полного... Мы полностью не избегаем вот этого разделения, членения пространства на какие-то части, потому что забор остается, остаются деревья, которые отчасти закрывают это пространство от домов, от этих многочисленных окон, которые как вот какие-то глаза следят за тобой на протяжении всего нашего района. Также здесь есть некоторая проблема у этого места с его прошлым, потому что это территория бывшего детского садика, который существовал еще, наверное, лет 15 назад. В какой-то момент этот садик закрыли, и помещения стали арендовать другие организации. А территория вокруг постепенно приходила в некоторый упадок, и она превращалась, если можно так выразиться, в дистопию или если поиграть на манер бентама с греческими корнями, то в какотопию. А наша цель была, значит, построить нечто совершенно другое и построить это таким образом, чтобы сами люди, которые будут проходить мимо, сами участвовали в этом. И мы начали с... Вот так это пространство выглядело. Это в самой середине Ласнамя, на территории детского садика, и вот на этом снимке наверху видны две старые песочницы еще, которые в этом году уже так не выглядят. И хотя территория пустовала, иногда там происходили некоторые события, благодаря тому, что, собственно, в этом здании были некоторые активные резиденты. А мы начали с того, что в сентябре прошлого года построили такую первую экспериментальную грядку и убедились в том, что это место уже благодаря этой одной грядке стало приобретать некоторые черты многообразия. Это место стало более интересным, более разнообразным. В то же время оно не потеряло какого-то такого единства с окружающей средой, потому что на этой территории активно пользовались раньше, активно пользуются сейчас. Людям интересно там просто даже проходить мимо. И эта грядка, она не вызвала какого-то отторжения. В том смысле, что она не была разломана через две недели, или, как я опасался, уже через пару дней может такое случиться. Она простояла совершенно спокойно до весны. Весной мы ее немножко подправили, и было все в порядке. Затем у нас была долгая-долгая зима, чтобы мы могли обсуждать, что же мы будем делать весной. И здесь довольно большую дискуссию вызвал вопрос безопасности. Хотя все убедились, что грядка стоит, и с ней все в порядке, но были некоторые опасения все-таки, что когда там будет что-то расти хорошее, то люди будут приходить и рвать, и это не так хорошо, что надо выращивать, чтобы выращивать и обезопасить это место, надо все-таки там нагородить еще каких-то заборов. Я сам придерживался такого же мнения, и, слава богу, я с этим мнением был не единственным, были и противоположные мнения. Это как раз к вопросу о многообразии. И в какой-то момент я настолько засомневался в своей точке зрения, что написал в Аделаиду, это в Австралии, где я незадолго перед тем посетил один как раз-таки комьюнити-гарден, который находился в парке, у которого совершенно не было забора. Я написал основателям этого парка и спросил, как случилось, что они решили, что эта территория будет такой открытой, и нет ли у них проблемы вандализма. Мне пришло большое-большое письмо, из которого я даю маленькую выдержку, и наиболее существенные места я еще выделил красным. Надеюсь, там что-нибудь понятно. В общем, так, мне ответили, что это была изначальная идея, чтобы этот огород, комьюнити-гарден, был открытым, потому что он находится в парке, и так как он находится в парке, он должен принадлежать всем людям. Что не надо бояться, что придут вандалы, и все разрушит. Многие люди, которые приходят на это место впервые, говорят, что вот-вот, все будет разрушено, но на самом деле проходят годы, и все остается более-менее в порядке. Конечно, некоторые проблемы есть, но это не так, чтобы приносило какое-то огромное разочарование. И в любом случае, главное, это внутренний настрой людей, которые это делают, чтобы те некоторые неудачи, которые случаются, они не огорчали их и не злили их. И это письмо, оно полностью переменило мой взгляд, и с тех пор мы стали развивать наш огород именно как огород без забора. Если забор вокруг общей территории есть, то никаких дополнительных заборов мы не стали ставить. Другой аспект, который мы тоже обсуждали зимой и потом уже стали воплощать, это, собственно, как мы будем делать, как мы будем планировать эту территорию. Потому что надо как-то рассчитывать материалы, для этого надо какой-то более-менее четкий план иметь и какой план должен быть. Первый эскиз был довольно простой, просто расчертить эту территорию по прямым линиям, под прямыми углами и на основании этого как-то там что-то высчитать. Но довольно быстро мы сообразили, что в итоге выйдет, быть может, несколько такой скучный ландшафт, чем-то напоминающий кладбище. И поэтому мы довольно быстро перешли к другому плану, который предусматривал, что будут использованы также какие-то окружности. И это было хорошо еще и в том смысле, в двух смыслах. В том смысле, что сама фигура круга, она как бы выражает объединяющее начало, это своего рода символ уже. С другой стороны, эта фигура хороша тем, что даже полностью одинаковые грядки, если они в круг поставлены, то именно за счет расположения под разными углами они уже начинают выглядеть несколько иначе. То есть тут вносится опять разнообразие. Будет ли работать вот эта система с кругами, будут ли воспринимать люди ее именно как вот что-то объединяющее, еще не вполне понятно, потому что последние грядки вот на верхнем снимке, а не спереди, которые как раз замкнули этот круг, мы их построили именно в ноябре, когда уже собственно все работы в огороде закончились. Но весной посмотрим, что из этого выйдет. Следующий аспект, который связан именно с предварительным планированием, был для нас несколько проблематичен, потому что в обсуждениях принимало не такое уж большое количество людей, а все-таки надо было заранее предусматривать план. Это означало, что те люди, которые придут весной помогать и что-то делать, быть может они окажутся просто в роли простого рабочего, который просто по проекту что-то выстраивает. Мы этого не хотели, мы хотели, чтобы люди сами активно решали что-то в этом огороде, как он будет построен. Если общая планировка с этими кругами и всем остальным, мы ее придерживаемся, то то, как будут выглядеть сами грядки, это мы позволяем решать самим огородникам. Собственно, для этого, да, вот во время именно этих замечательных толок, собственно, для этого нам не пришлось придумывать что-то особо оригинальное. мы взяли за модель первую грядку, которая была построена в сентябре прошлого года, это вот верхний снимок слева, и приняли такую же систему. Как видите, все эти многочисленные выступы, уровни, ими можно по-разному играть, их можно по-разному комбинировать. И поэтому мы говорили людям, что вы можете выбирать тот порядок, как вы захотите, располагать их, как захотите. Мы лишь обращали внимание на некоторые аспекты, что вот не стройте в точности грядку так же, как она построена у соседа. Может быть, подумайте как-нибудь иначе, чтобы она выглядела, тогда это будет интереснее. Также мы обращали внимание, что вот, к примеру, солнце светит оттуда, и это означает, что если вы построите грядку определенным образом, то растения на ней могут оказаться в тени, будут затенять своих соседей напрямую. Но так или иначе, мы не настаивали на всех этих решениях, и люди были вольны решать именно, какой дизайн они придадут своей грядке. Таким образом, мы, кажется, и добились с одной стороны единства, которое выполняется в общем плане, а также отчасти в материалах, которые мы используем. С другой стороны, мы добились многообразия, потому что все эти грядки выглядят по-разному. Также мы не утратили связи с окружающей средой, потому что люди проходят мимо, люди заходят туда. Более того, мы также отчасти восстановили связь с прошлом, так как это территория бывшего детского садика, то раньше там были песочницы, теперь мы эти песочницы перестроили в грядки, но также сделали маленькую деревянную песочницу рядом, то есть функция была возобновлена. И к чему я все это говорю? В общем, наверное, пора потихоньку закругляться. В общем-то, я хотел сказать, когда начал с этих хитрых фигур, со стрелок и всего прочего, с введения четырех понятий, двух положительных и двух отрицательных, я хотел сказать, что мы можем избегать отрицательных понятий, но при этом мы должны воспринимать как положительные понятия, как правило, в связке. Мы можем их воспринимать скорее не как отдельные понятия, а как два берега одного потока. Можно несколько пафосно сказать, что это поток, имя которому любовь, в широком смысле. И если нередко думают, что любовь, она как-то делает всех людей одинаковыми, то на самом деле это не так, потому что она помогает выявить индивидуальность и личность. А, собственно, одинаковыми, монотонными делает людей скорее ненависть. Спасибо, Антон. Кюсимуси ввыб esитада мулемас keeles. Курики таха, пяга, siis inglis keeles. Мы с вами kolмес keeles раекида и ару. Кюсимуси? Семаус, мне не знаю къй, как я селест аиаст. Это синиме ааста, ма сэнэруху, и селед так, мае, мае, мальчик, декабрия, а сэнэруху, ПРИСЛИПАРКИГА, СЕАЛ КАОН ПЛАНЕЕРИТУД ОСАНА СЕЕ КОГУКОННА АЕД. И КАМЕЛЬ ОН РАДИКУПИРКОННАС КАММ МЫНЕД ПЕНРАД ТЕХТУД. СЕЙ ОЛЕ ТЕСТИ НАГУ СИН, СЕЙ ОЛЕ ПЕРИМИНГИТ КОГУКОННА АЕД, АГА, КЕС ТЕБ, ВИБОЛЕ ЯКМЕСЕЛЬ АСТАЛ ЕХИТАМЕ ВЕЛЬ РОХКЕМ И МИДЕГИ ТУЛЕБ ВЕЛЬ ХУВИТАВАМ. Ja ütleme, et Priisle Park on esimene park üldse või avalik ruum, kuhu oli organiseeritult sisse planeeritud kogukonna, et see oli esimene selline üldse pretsedend Eestis ja tegelikult esimene pretsedend ka, kus ütleme kohaliku kuidagi oma algatuse kaudu nii suur maa tükk saab korrastatud välimuse nii pidi, et jah, aitäh üle selle koostudest, aga kas teil on juhuslikult. Mõni küsimus, veel on Tonnile. Kuidas te informeerite neid vana inimesi, kes said oma ajadest ilma seal soodevahes? Siis me siis me me meil on mitu kanaali siis tavaliselt ja see kõige olulisem, et see see suuline info jagamine, sest hästi palju inimesi seal jalutavad ja üks mees oli vist see suur sõjamäelt tuli ja vaatsid ja ja meie talgutest ka võtsid osa. Võibolla keegi veel tuleb, aga no muidugi siin on natuke teine süsteem. Siin on iga inimene, temel on üks peenar, mitte suur maa tükk ja võibolla nendele see ei ole nii huvitav juba, aga võibolla vastupidi, kui nendel on mingit soov midagi teha, lihtsalt teha natuke nagu see varem oli, siis võibolla ikkagi keegi neist võtab üks peenar endale. Jah, jah. Jah, aga ma loodan, et nemad leid, 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 leid kuskilt veel mingid maa tükkid. Ma arvan, et on veel Tallinna pirkonnas on, on veel mingid saasas, sala, sala kohti, jah. See, sellega me võibolla lõpetame. Või mõne tagasi kurraks. Ega lihul, et saate ühineda, meil on selline tore Facebooki grup, lastame selle kogu linnaenduse nimel, et noh, et selles mõttes sotsiaalmeedia on üks olulisem, aga jah, suuliselt me jagame ka infot. Medusa! 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 Seisi jah... Продолжение следует...